Добрый день, уважаемые коллеги! Наверное, в хирургическом лечении рака почки на сегодняшний день так же много вопросов, как и было раньше. Другое дело, что мы получили достаточно свежий и новый результат ряда исследований, которые, казалось бы, пролили свет, но на самом деле, по сути, ничего не изменилось. И поэтому я выбрал только одно направление в лечении – это циторедуктивная нефректомия, потому что на сегодняшний день, наверное, это самый обсуждаемый вопрос. Кому действительно надо выполнять циторедуктивную нефректомию при наличии метастазов, кому не надо. И это, на самом деле, остается до сих пор вопросом, несмотря на то, что, еще раз говорю, мы получили результаты проспективного рандомизированного исследования Кармен, которое, казалось бы, должно было пролить свет. Но мне кажется, на самом деле нельзя ориентироваться только на одно исследование, перечеркнув всю огромную историю этого процесса, уже более чем столетнюю историю, по сути, около 150 лет история нефректомий. И вот этот весь накопленный огромный опыт буквально одним, причем на самом деле, наверное, тоже с большим числом вопросов, исследованием, перечеркивать нельзя, и все надо рассматривать в определенном какой-то последовательности и, наверное, с позиции того опыта, который есть у каждого, и в том числе накопленный суммарный опыт. Но вот внизу я даже вынес, нефректомии нет, и действительно мы движемся по всей инвестии рано или поздно к тому, что, наверное, абсолютно большинство пациентов будут избавлены от этого хирургического вмешательства и сохранения и лекарственное лечение у него этих больных будет более эффективным. Если говорить об актуальности, на самом деле, лечение рака почки весьма такое, на мой взгляд, если в цифрах смотреть, протеревчивый процесс. С одной стороны, мы говорим о огромных успехах и говорим, что для всех больных раком почки, если сравнивать динамику с 1987 и 2014 года по результатам статистики СИР, и мы видим, что действительно выживаемость, пятилетняя выживаемость больных в общей когорте всех больных раком почки, она выросла. Понятно, что она в основном выросла за счет тех пациентов, которых выявляется рак почки раньше, на ранней стадии, на стадии CT1A, CT1B, когда возможно действительно радикальное лечение. И на самом деле, по всей видимости, это не истинное возрастание выживаемости, а просто мы стали выявлять и тех больных, наверное, возможно, и латентных больных, которым, в общем-то, это нецелесообразно, возможно, как и при раке предстательной железы. Мы на сегодняшний день знаем, что у ряда пожилых больных выявление рака почки при размерах до 3 см нецелесообразно для хирургического лечения, они могут наблюдаться. И это для них гораздо более выгодно, так как риски хирургического лечения у них бывают гораздо выше, чем тактика, предрагаемая тактика наблюдения. Поэтому вот этот рост на сегодняшний день, на самом деле, нельзя однозначно сказать, за счет чего происходит. За счет более раннего выявления, за счет того, что население действительно стареет, и каждый доживает до своего рака, и мы его выявляем, и в том числе выявляем более ранний период. А если посмотреть на следующую строчку, то видно, что, к сожалению, больные с метастатическим раком почки живут, пятилетняя выживаемость достаточно низкая. Причем она как была достаточно низкая, так и остается. И вот эти всего лишь 11, чуть больше 10% переживают пятилетний рубеж. То есть это достаточно агрессивное заболевание, несмотря на все наши успехи, пока вот эта цифра сильно не меняется на протяжении уже достаточно длительного промежутка времени. При этом, если посмотреть на таблицу, то видно, что четвертая стадия, то есть пациенты с метастатическим поражением, они, может быть, тоже не так часто встречаются, порядка 15%. Но тем не менее, когда смотришь более такую радикальную литературу, в частности данные Моцера, который говорит о том, что на самом деле практически до 30% впервые выявленного рака почки сопровождается уже метастатическим поражением. И на самом деле, если мы суммируем две неблагоприятные группы, как третью и четвертую стадию, то мы увидим как раз те самые 30%, а в нашей действительности, наверное, несколько даже и больше. которые на самом деле также практически не претерпевают изменений. Вот это число выявляемых метастатических раков почки, оно также со временем не меняется, если в абсолютных тем более цифрах смотреть, несмотря на вот такую раннюю диагностику. Мы сможем получать несколько снижений относительных цифр за счет общего увеличения несколько, может быть, заболеваемости, за счет, еще раз говорю, рано выявляем форм. Таким образом, достаточно актуальным остается проблема метастатического рака почки, его лечение, конечно, прежде всего на сегодняшний день лекарственной терапии, потому что огромные успехи в лекарственной терапии этого заболевания, но в том числе и необходимо, так сказать, формировать новые взгляды на хирургическое лечение. В чем всегда жиждилась вот эта циторедуктивная нефрактомия? Конечно, на тех преимуществах, которые больной получал от подобного вмешательства. Мы, конечно же, понимали, что, учитывая наличие метастазов, это не радикальное вмешательство. И вот такая массивная циторедукция всегда, в общем-то, вызывала вопросы. И первый, конечно, аргумент был, это так называемый спонтанный регресс метастазов, который на самом деле в одной статье было написано, что это больше выглядит как старый бородатый анекдот, чем действительность. Но, тем не менее, есть ряд работ, которые приводят достаточно высокие цифры. Но вот в частности работа Маркуса, который демонстрирует, что до 4% в его серии он отмечал полный регресс легочных метастазов. Понятно, что в абсолютном большинстве тех серий и тех кейсов, которые мы видели с регрессом, они касались в основном легочных метастазов. И мы видим, что, в общем-то, частота может быть и достаточно высокой, хотя, еще раз говорю, это достаточно противоречивый такой тезис. Конечно, когда в ранние периоды, когда еще не было, по сути, никакой химиотерапии для рака почки, ничего, кроме циторедуктивной нефректомии, не было. И понятно, что всем больным выполнялось оперативное вмешательство и в ряде исследований. На самом деле их было не так много, и они были достаточно немногочисленны по своей серии. Но вот я выбрал одно из первых исследований, которое было подвергнуто статистическому анализу с использованием первых электронных вычислительных машин. И в этом исследовании было показано, что общая выживаемость пациентов с метастатическим раком почки была на 6% выше у тех пациентов, у кого была выполнена все-таки циторедуктивная нефректомия. Таким образом, практически все серии циторедуктивных нефректомий на раннем этапе, когда в последующем практически ничего больным не предлагалось, тем не менее демонстрировали некоторое улучшение выживаемости, тем самым подтверждая достаточно серьезную роль этого вмешательства. Какие же механизмы на сегодняшний день описывают положительное влияние циторедуктивных нефректомий для больных с метастатическим раком почки? Это удаление симптоматической опухоли. То есть мы должны все-таки помнить, что мы не только боремся с основным опухолевым процессом, но достаточно часто мы вынуждены решать и симптоматические проблемы. У пациента бывают симптомы на фоне, например, гиперкальциемии, могут быть кровотечения, которые требуют порой, в том числе и по жизненным показаниям хирургических вмешательств, которые решают симптоматическую жизнеугрожающую проблему и тем самым могут дать возможность больному после этого проходить соответствующее лекарственное лечение. Это потенцируемый иммунный ответ системного лечения. Говорили о том, что удаление вот этой большой опухолевой массы позволяет иммунной системе работать более эффективно и получить дополнительные возможности к своему функционированию. Понятно, что это достаточно такой, ну, больше гипотетический, наверное, пункт, потому что таких убедительных доказательств этого на самом деле, наверное, нет. Удаление опухоли снижает секрецию биологически активных молекул. Действительно так удаляется большое число активных клеток опухолевых, которые влияют, понятно, не только на рост и развитие опухолевых клеток, но и на весь организм в целом, на различные функции. И поэтому удаление вот этих вот ненужных дополнительных стимуляций также является положительным моментом для пациента. Снижение метастатического потенциала – это большой вопрос, потому что в ряде исследований говорится о том, что это действительно может снижать метастатический потенциал, а ряд исследований говорят наоборот, что наоборот подобное вмешательство, в том числе за счет снижения какого-то иммунного ответа в первые недели после оперативного вмешательства, наоборот, повышает метастатический потенциал. Но, например, более-менее серьезная работа Готенби, который показал, что по его мнению в его результатах, что единственным важным фактором он оценил наличие метаболического ацидоза вследствие того, что развивается почечная недостаточность, растет уровень креатинина и мочевины, и вот этот непосредственно ацидоз является фактором, который блокирует метастатический процесс, и в том числе развитие опухоли. Таким образом он делает выводы, что эффект циторедуктивной нефректомии обусловлен не удалением опухоли, а потерей функционирующих некронов. Поэтому, конечно, однозначного какого-то мнения на все эти пункты нет, можно их трактовать совершенно по-разному, именно поэтому на самом деле те клинические результаты, о которых мы будем в том числе говорить ниже, говорят о том, что, наверное, не все они справедливы. Однако последнее, наверное, является абсолютным, что определение гистотипа опухоля и окончательное стадирование заболевания является принципиально важным, и, естественно, это является бесспорным и неоспоримым плюсом циторедуктивной нефректомии у данных пациентов, потому что различные варианты строения на сегодняшний день позволяют нам делать, может быть, несколько более обоснованный выбор лекарственной терапии, в частности, различные варианты, то есть вариант саркоматоидной дифференцировки, конечно, позволяет надеяться на очень высокие, хорошие эффекты от современной иммунотерапии, в отличие от предыдущих годов, когда лет ее не было. Но при этом, на самом деле, наверное, целесообразность переходит именно в типирование опухоли до хирургического вмешательства или, в принципе, по данным биопсии, определять уже гистотип и на основании этого строить дальнейшую тактику лечения, что, наверное, станет, на мой взгляд, в ближайшее время достаточно актуальным, и биопсией почки, в том числе при метастатическом процессе, мы будем выполнять чаще, чем нефректомии. Конечно, основное победное такое шествие циторедуктивных нефректомий началось с работы Робсона, который опубликовал он в 1969 году, где определил те принципы радикальной нефректомии, которыми мы, по сути, до сегодняшнего дня пользуемся. Это ранняя перевязка почечной артерии и вены, удаление почки в пределы фасции герота вместе с окружающей паранифральной клетчаткой, удаление ипсилатерального надпочечника и выполнение регионарной лимфоденоктомии. При этом, на самом деле, ряд позиций, такие как удаление надпочечника ипсилатерального и выполнение регионарной лимфоденоктомии, на сегодняшний день, так скажем, уже оспорены и претерпели достаточно серьезные изменения взгляда на эти вопросы. Так, без явно выраженной инвазии и метастатического поражения надпочечника, удалять его не стоит, его следует сохранять. Но о выполнении регионарной лимфоденоктомии показано только там, где мы действительно визуализируем увеличенные лимфатические узлы по данным рентгенологических обследований. Поэтому понятно, что все меняется, и показания несколько сужаются, но, тем не менее, вот эта работа, она действительно сделала, с одной стороны, как бы утвердила позицию циторедуктивных нефрактомий, и их мы делали практически всем пациентам, при этом была негативная роль в том, что она действительно отодвинула развитие орган, сохраняющего лечение рака почки, потому как онкологи, конечно, занимающиеся этой проблемой, однозначно были ориентированы именно на эти принципы. При этом сама по себе работа была достаточно скромной, всего 88 пациентов в серии, причем все пациенты еще делились на различные группы по факторам, то есть это была неоднородная когорта, и поэтому результаты этой исследования на сегодняшний день, конечно, никакой высокой доказательности говорить не приходится, но, тем не менее, на тот момент это была достаточно такая серьезная работа, которая на долгие годы определила роль циторедуктивной нефрактомии у данных пациентов. Вторая эпоха началась с появлением, так скажем, первого этапа иммунотерапии, когда используются интерфероны и интерликины, когда говорили о высокой эффективности данного подхода, и действительно, в эпоху, когда ничего не было, подобное направление давало какие-то надежды и энтузиазмы, и мы активно использовали эти препараты для лечения этих больных. Конечно, к сожалению, в будущем мы узнали ту скромную цифру вклада в лечении этих пациентов, которая составляла не более 5%. Но, тем не менее, это была целая эпоха, которая в том числе и внесла свои определенные коррективы в отношении циторедуктивной нефрактомии и два проведенных рандомизированных исследования, исследования Фланегана и Микиша, которые продемонстрировали высокое преимущество выживаемости больных, у кого выполнялась циторедуктивная нефрактомия в сравнении с группой, получающих только иммунотерапию интерфероном. Ну и вот, так как критерии отбора в эти исследования больных были практически идентичными, Фланеган сделал суммарный анализ этих пациентов и продемонстрировал, что действительно есть значительные преимущества выживаемости у тех больных, кто получал комбинированную терапию в объеме циторедуктивной нефрактомии с последующей иммунотерапией интерфероном. Было показано в этой группе 13,6 месяцев медиана выживаемости, общей выживаемости, и в другой группе, где была только иммунотерапия, 7,8 месяцев. Практически в два раза было достоверное увеличение медианы выживаемости. При этом, на самом деле, несмотря от... Само хирургическое вмешательство не увеличило число ответов на интерферон. То есть ответы на проводимую терапию не зависели от предшествующего хирургического вмешательства. Мы видим, как в обеих группах, практически около 6% ответов независимо от хирургического вмешательства. Еще одним особенностем было то, что пациенты, все пациенты, независимо от факторов прогноза, а надо отметить, что на тот момент Моцлер еще не сформировал те самые критерии, ранние критерии, которыми мы пользовались, оценки прогноза пациентов. Так вот, те основные критерии прогноза, которые использовались на тот момент, в том числе метапонистическое поражение легких или других органов, статус пациентов, они показывали, что эффективность подобного подхода одинакова у всех категорий больных. И таким образом, на тот момент, и на самом деле, и на сегодня это очень важно в нашей действительности, что те пациенты, кто до сих пор будет получать в регионах подобную терапию, должны подвергаться циторедуктивной нефректомии. Это доказанный факт. И если мы строим определенные планы влечения в зависимости от своих возможностей, то, естественно, циторедуктивная нефректомия этим пациентам должна выполняться. При этом хирургические осложнения составили в этих группах 23%, включая две хирургические смерти. Именно поэтому и ограничиваются, и мы стараемся отойти от циторедуктивной нефректомии, так как вмешательство порой, во-первых, не приводит в том числе и к смерти, вызывает достаточно тяжелые осложнения. И у ряда больных мы либо вовсе не можем начать проведение адекватной системной терапии в силу развившихся этих постхирургических осложнений, либо значительно откладываем по времени начало того эффективного лечения, которое этим пациентам необходимо. Ну и вот о том, что я говорил, именно на этих материалах, суммируя достаточно большие группы больных, туда же вошли и те больные, которые были в этих двух исследованиях. Моцарт предложил свои первые клинические факторы прогноза, и в том числе туда входило и выполнение нефректомии именно в силу того, что были использованы и в результате этих исследований, где нефректомия была показана как важный фактор прогноза у этих пациентов. Надо сразу сказать, что дальнейшие системы факторов прогноза, в том числе и Моцарт, когда он уже оценивал результаты лечения на таргетной терапии, в частности на сунетенибе, и предложил следующую MCKCC систему, здесь уже не вошло хирургическое вмешательство как прогнозический фактор, и это, в том числе, наверное, было определенным толчком к тому, что действительно, возможно, и без циторедуктивной нефректомии пациенты могут иметь определенные преимущества. Но, тем не менее, в ЭРУ, когда еще не было проспективных рандомизированных исследований, посвященных циторедуктивной нефректомии с последующей таргетной терапией, достаточно большие серии, посмотрите, 15 тысяч пациентов, 20 тысяч пациентов однозначно демонстрировали эффективность подхода в комбинированной терапии с начала циторедуктивной нефректомии с продолжением дальнейшего лекарственного лечения. То есть практически все работы на тот момент, как ретроспективные анализы, так и различные анализы субгрупп пациентов рандомизированных исследований показывали эффективность именно такого подхода, и мы длительное время сохраняли этот подход, что больные в абсолютном большинстве должны быть прооперированы, и если это представляется возможным. Мы видим разницу выживаемости в этих группах в эти 32 месяца, 14 месяцев, при этом различия были достоверны. И первое исследование, которое было действительно с позиции доказательной медицины, это Суртайм, но при этом это исследование на самом деле можно трактовать по-разному, и оно-то как раз говорит о том, что стандартный вот этот классический подход начала циторедуктивной нефректомии, он все-таки остается предпочтительным и остается эффективнее, чем другие варианты. В частности, в этом исследовании было две группы, пациенты рандомизировались две группы, циторедуктивную нефректомию с последующим лечением с унитенибом, и пациенты, которые первоначально получали три цикла с унитенибом с последующей циторедуктивной нефректомией. Группы были достаточно сбалансированы, по основным критериям они, в общем-то, практически были одинаковы, вся верхняя часть таблицы посвящена сравнению факторам отбора этих больных, но при этом было показано, что все-таки общая выживаемость и медиана выживаемость была предпочтительной в группе с последовательностью циторедуктивной нефректомии с последующим назначением с унитениба. Причем практически в два раза медиана выживаемости была в этой группе выше по сравнению с первоначальным лечением с унитенибом с последующей же циторедуктивной нефректомией. При этом число хирургических осложнений было в два раза ниже пациентов в группе с ранним хирургическим вмешательством по сравнению с отсроченным. Мы видим 27,43%. Таким образом, все-таки вот это рандомизированное исследование, о котором на самом деле почему-то достаточно мало говорят, показало как раз, что подход сначала с хирургического лечения и раннего хирургического лечения дает преимущество и у этой категории больных. И следующее исследование, которое вызвало определенное беспокойство, это исследование Кармена, где действительно впрямую сравнивали пациентов, получающих только сунетиниб или получающих циториодутивную нефрактомию с последующим назначением сунетиниба. Здесь представлены те факторы отбора. Действительно, они были достаточно сравнимые группы по всем основным показателям. И в этом исследовании было показано, что действительно какой-то разницы как в общей выживаемости, так и в выживаемости без прогрессирования не было зафиксировано. Достоверных различий в группе как по медиане общей выживаемости в общей группе не зафиксировано, так и в группах при разделении и, так скажем, субанализе пациентов с промежуточным прогнозом и с плохим прогнозом. Также достоверных различий не было. Два варианта лечения были практически идентичны. При этом надо на самом деле отметить, что 17% больных в группе сунетиниба была выполнена нефрактомия в основном в связи с развившимися симптомами, потребовавшими хирургического вмешательства у этой категории больных. Поэтому, тем не менее, определенная группа больных была вынуждена прооперирована в данной ситуации. На основании, естественно, этих цифр на сегодня активно обсуждается, что этих действительно пациентов оперировать не надо. И эти больные должны первоначально и, может быть, полностью получать лекарственную терапию. Если говорить о частоте ответов, то и по частоте ответов, и по токсическим проявлениям группы были практически одинаковы, сравнимы, и достоверных различий не было. То, о чем я говорил, что действительно, теперь два небольших таких ремарки, почему же это все-таки исследование. Не стоит, наверное, брать настолько, не то что на веру, а так слепо переносить нашу повседневную практику, в связи с тем, что, первое, действительно, все опухоли все-таки отличаются. И вот то, о чем я говорил, что, наверное, вот эта ранняя морфологическая верификация больных раком почки, тем более с метастатическим процессом и идущих на лекарственное лечение, достаточно важна, потому что пациенты с саркоматоидной, в частности, трансформации получили значительные преимущества при проведении современной иммунной терапии, но при этом они не имели никаких преимуществ исторически от хирургического вмешательства. Даже на тех схемах лечения, в том числе и с утентом, и в том числе при использовании гемицитабин с доксирубицином, они демонстрировали лучшие результаты без хирургического лечения по сравнению с хирургическим лечением. Поэтому определение, и морфологическая верификация, наверное, может определять и все-таки выделять группы, кому это действительно нецелесообразно. Ну и то, о чем сегодня достаточно активно уже и много говорилось, что современные схемы лечения, они практически вытеснили уже на сегодняшний день из первой линии лечения таргентные препараты, и, наверное, в ближайшее время там их уже просто не будет во всех группах больных. Ну а в частности, в группах плохого и промежуточного прогноза препаратами выборовых должны быть уже комбинированные схемы, как о иммунологических препаратах, ну в частности неволумаба и билилумаба, а также комбинации и иммунологических препаратов и таргентных препаратов, то, о чем сегодня говорилось, например, о велумабсоксетенибе. Эти схемы демонстрируют значительные лучшие эффекты по сравнению с сунетенибом, сравнивались они впрямую, и поэтому те результаты, которые мы сегодня с вами обговорили на примере исследования Кармена, они, наверное, просто устарели. Исследование не успело как бы войти на сегодня в такую повседневную практику, поэтому говорить о том, что это исследование категорически как бы требует от нас отказ от циторедуктивной нефректомии, неправомощно, так как более эффективные схемы, в частности схемы на иммунопрепаратах, они, возможно, получат дополнительные преимущества от применения в том числе циторедуктивной нефректомии, ну, в силу тех исторических как бы особенностей, которые мы помним, что все-таки иммунотерапия достаточно хорошо коррелировала с эффективностью циторедуктивных нефректомий. Поэтому все-таки на сегодняшний день, наверное, во-первых, абсолютное большинство пациентов подлежит подобному хирургическому вмешательству, тем более там, где мы действительно технически это подразумеваем делать, тем более, что активно развивается, или точнее уже вошли в нашу жизнь малоинозивные методы, и сегодняшняя хирургия, она сильно достаточно отличается. По сути, после циторедуктивной нефректомии в условиях того самого фаст-трека больные через 3-4 дня должны быть уже выписаны из стационара и по большому счету уже могут начинать соответствующее лекарственное лечение, поэтому, конечно, и хирургия, еще раз повторю, изменилась, и в том числе и лекарственная терапия меняется просто на глазах, очень быстро, активно демонстрируя значительные преимущества, и поэтому, конечно, требуются дополнительные исследования, которые покажут эффективность того или иного подхода. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok